Редактор субтитров А.Семкин Иногда очень приятно перекусить бутербродиком с тофу или выпить стакан соевого молока. Вы, кстати, любите соевые продукты? Больше, чем уверен, у некоторых из вас есть предубеждение к ним. И зря продукты соевого происхождения могут оказать неоценимую помощь. Сегодня я хочу рассказать вам о чудесном свойстве сои, которое, как выяснили исследователи из Университета Колумбия, помогает снизить повышенное артериальное давление. Все дело в изофлавоноидах, которыми богаты соевые продукты. Так, например, один стакан соевого молока содержит 22 миллиграмма этих уникальных веществ. Изофлавоноидов в таком количестве вполне достаточно, чтобы активировать эндотелиальный оксид азота, который, в свою очередь, расширяет кровеносные сосуды и тем самым уменьшает кровяное давление. Было доказано, что в среднем снижение приводит к уменьшению систолического давления на 5 миллиметров. Кажется, что это небольшое снижение, однако, если учесть, что данный фактор будет сочетаться с другими диетическими факторами, снижающими давление, то эффект довольно значительный. Относитесь к соевым продуктам как лекарству, которое нужно применять утром и вечером, чтобы изменить качество нашей жизни. Ну, конечно же, не только соя может снизить давление. Всемирная организация здравоохранения, аккумулируя различные исследования в области взаимосвязи гипертонии и питания, пришли к выводу, что увеличение употребления калия приводит также к снижению давления в среднем на 4 единицы верхнего и на 2 единицы нижнего. Таков, кажется, несущественный эффект для здоровья страдающих гипертонией значительный. Дело в том, что даже такое небольшое снижение давления может приблизительно снизить риск на 25% риска инсульта. Продукты, особо богатые галием, это различные орехи, сухофрукты, курага, чернослив, изюм, а также чечевица и различные виды фасоли. Такой рацион с учетом других факторов питания, сопряженных здоровым сном и достаточной программой физической активности, плюс контроль стресса с помощью духовного аспекта в жизни будет большим достижением в лечении вашей гипертонии. Редактор субтитров А.Семкин